В ЕС возмущены отходом Армении от договоренностей в Брюсселе, взгляд из Франции. Продолжающиеся обстрелы азербайджанских населенных пунктов и позиций азербайджанской армии со стороны Вооруженных сил Армении наводят на мысль, что Ереван пытается уклониться от договоренностей в Брюсселе под натиском оппозиции. Тем самым Армения сводит на нет все усилия ЕС в рамках постконфликтного урегулирования, и в Брюсселе неприятно удивлены происходящим. Об этом в интервью Дэй. Эйзи сказал французский историк Максим Гауин. По его словам, Армении жизненно важно следовать как трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, так и договоренностям при посредничестве ЕС. Армении необходимо принять пять базовых принципов, выдвинутых Азербайджаном для нормализации отношений. В первую очередь это в интересах самой Армении. Мое внимание привлек тот факт, что после каждых переговоров либо в Армении начинаются акции протеста, либо на госгранице начинается обострение. Это уже не совпадение, а закономерность. Затем Армения, ссылаясь на дестабилизацию ситуации, придумывает разные отмазки, чтобы избежать выполнения взятых на себя обязательств. На мой взгляд, перемирие нарушается не без ведома руководства Армении и лично премьер-министра Никола Пашинян. Если же армянская армия не подчиняется приказам Пашиняна, то он должен заявить об этом открыто. Армении нельзя забывать об итогах сорока четырехдневной войны, результатом которой стала капитуляция, отметил он. Как подчеркнул французский историк, обстрел Армении и азербайджанских позиций в направлении Кельбаджара играет на руку также и армянским реваншистам, сторонников которых немало в рядах воскресения Армении. Начавшиеся 25 апреля протесты в Армении, так же как и провокации воскресения Армении против азербайджанской армии служат одной и той же цели, воспрепятствовать заключению мирного договора. Долгое время нынешняя армянская оппозиция находилась у власти, спекулирует темой карабахской проблемы. Если мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией будет реализовано, то эти силы будут окончательно выброшены на свалку истории. Думаю, что в конечном итоге деятельность реваншистских сил в Армении не даст никаких результатов, резюмировал Максим Гауин.